Всем здорова! Недавно, последним видосом мы снимали соревнования двух моих близких кинтов. Я вам пообещал, что покажу, как я добью вот их биты и сделаю, чтобы они звучали грамотно. Что бы я с этим сделал? Поэтому сегодня мы с вами разберемся вообще, что они сделали не так, что можно исправить, что можно сделать лучше. Попробую вам накидать фишек, советов. Подписывайтесь на мою телегу, подписывайтесь на этот ютубчик, чтобы не пропускать видосы. В телеге скоро дропну вот как раз-таки тимплейт, который вы видели на видосах, от которого пацаны жестко кайфанули. Чуть-чуть прям мне его добить, и я его дропаю в телегу, поэтому залетайте, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и погнали, погнали разбираться с проектами. Итак, вот первый проект моего менеджера Даниэля. Итак, давайте посмотрим, что он тут сделал. Во-первых, первое, что вы должны всегда делать на лупах, лупы отправляются в mp3 формате, и у них почему-то остается вот такой хвостик, так что первым делом его нужно срезать. Удаляем все оставшиеся. И он использовал чисто первую часть, но мы сделаем более грамотно. Мы возьмем все кусочки мелодии, отделим их и напишем мелодию именно как мы хотим. И теперь можно вот эту удалить. Вот у нас получается основа. Здесь обязательно не забываем ставить генерик, чтобы не было никаких кликов, щелчков, звуков и так далее. Это скорее всего в концовочке. Ой, тут ужас пока выключен. Это первое, что с мелодией необходимо сделать, чтобы все было прикольно. Дальше уже можно там структурно ее раскидывать как угодно. Через shift просто вытягиваем. На самом деле здесь не очень есть с чем поиграться, поэтому мы просто повторим пианино постоянно и через получается два квадратика вот этих прямоугольника, точнее, будем прописывать вокал. Чтобы он сильно не надоедал и добавлял какую-то новизну. То же самое сделаем с этим с низким пианино. И конец какой-то части будем отделять как раз вот этой вот вставкой. То есть вот у нас идет, например, припев. Вот у нас идет припев. И на конец этого припева ставим. Также на конец куплета. И еще на конец припева. Такая примерно логика. Я вижу ее в этой мелодии. Дальше давайте посмотрим, что тут он наделал с драмками. Во-первых, я думаю, что многие из вас уже услышали, что здесь жестко играет бас не в тон. Просто внимательно послушайте. И я бы сразу сделал вот эту мелодию, наверное, потише. Она и так тихая, но все равно. Ну то есть мы можем сделать вот так наверх. И слышно то, что это не самый дельный. Вот особенно на этой октаве. Ну вообще никак не стакается с реальностью. И тут на самом деле лукмарь очень сильно ввел в заблуждение. Потому что вот здесь написано FDS минор. Поэтому он подумал, наверное, то, что типа вот. Значит, основная нота FDS у нас. Поэтому как нам сделать быстренько проверить ноту вообще? Мы просто заходим вот в лупчик. Нажимаем правой кнопкой мыши. Edit and Pitch Corrector. И все. У нас получается весь абсолютно лук разложился по нотам. Осталось найти только ту часть, где играет только вот эта вот низкая пианино. По вот этим нотам. Это будут наши корневые ноты 100%. Потому что, ну, они задают весь вайп на низких частотах. Вот они, скорее всего. Ну да. И это получается первая нота ADS. Потом FDS. GDS. Все. Вы гений нашли ноты. Так, ну и все. По этим нотам у нас получается играет. Вот с этими мы чуть попозже давайте разберемся. Там дальше было, по-моему, как раз таки FDS. И дальше был GDS. Теперь опускаемся на одну октаву. И обязательно, обязательно поменяем 808. Мне не нравится вот этот короткий прыгающий. И здесь хочется какого-то длинного баса. Типа, возможно, обычный самый spins даже. Так, ну, мне все равно не нравится, кстати, как звучит. Скорее всего, здесь Luke Mario вообще что-то нормально начередил. Поэтому можем через обычную мелодию попробовать. Так, вот здесь. Тоже DDS получается. Ну и может быть куда-то на CDS уходит. Давайте сейчас будем слушать уже это все проверять. Давайте-ка вот так. Другое дело. Все, вот у нас все точки и сошлись. Поэтому можем спокойно взять, выставить скейл, минор, DDS. Здесь просто подняли ровно на октаву нашу ноту, да, DDS. Только на шестой октаве получается. Ну вот, типа такого. Вроде достаточно плавно уходит, заходит. И теперь давайте разбираться с остальными частями. Что еще у нас не так? Будем включать поочередно. Например, вот здесь кик. Вот, например, то, что вот здесь он поставил две ноты 808-го, но перед этим идет кик. Не очень прикольно, потому что вместе не стакается. Поэтому просто на вот эту ноту его чуть передвинем. Пусть вот этот вот переход, он будет здесь без кика такой плавный, да, чтобы на себя слишком много внимания не забирал. Дальше погнали. Допснейры. Тут вроде никаких вопросов нет. Кроме того, что этот биток еще подсвистить надо будет. Ну, все, здесь все четко. Ну, получается, всего два компонента поменяли. 808-й, чуть кик по-другому прописали. И уже звучит намного, намного уверенней. Давайте включим теперь полностью, чтобы понять, что еще не так здесь. Битя. Ну, вот, этот FX здесь очень скомканный. Поэтому я бы предпочел взять какой-нибудь другой. Ну, вот, мне кажется, так тоже прикольно, поэтому мы и оставим. И какие моменты можно было бы конкретно для этого бита еще прикольнее сделать? Во-первых, вот здесь очень-очень большой промежуток. То есть, получается, весь, весь куплет у нас отсутствует. Бас, кик. Это, я считаю, вообще недопустимые вещи, потому что это наш самый главный кач, который и дает весь вообще вайб таким битам жестким. Короче, здесь просто вот, да, куплет оставим почти без изменений. Только единственное, берем снейр дополнительный, чтобы, ну, чуть ослабить бит. Чтобы он не такой жесткий был. И вот этот моментик тоже уберем. И вот еще, смотрите, что я не сделал. Вот такую тему, чтобы бас заканчивался и не начинал налезать на следующий такт. Особенно вот этот, типа, B. Ну, бас на ноте B, он такой достаточно скомканный. Поэтому мы просто такую точку в самый край ставим. Делаем и 0 влосити, и бас будет заканчиваться сразу. Что-то странно звучат вот эти ноты, мне кажется, стерь. Еще в чем прикол, так как, ну, братишка очень поздно осознал, что такое магнитик. То, что, как привязывать к сетке. Поэтому он все сделал очень-очень криво. Мы вот так просто выделяем, нажимаем Ctrl-Q. И все, оно встает ровно под сетку. И не очень хочется, чтобы здесь играл хэд. Как-то может его вот так сделать. Ну, вот этот момент мне, если честно, особо тоже не нравится. Но так как это была изначальная задумка. Поэтому мы его так уж и быть оставим. Что еще можно здесь сделать? Можешь сделать какую-нибудь пробежку прикольную в конце из снейров. И уберем эти восьмые. Вообще не к месту они здесь. А что могу сказать здесь по сведению? По сведению, значит, мы закинем вот это вот на какой-нибудь канал. Который в мелодию. Вот этот вот дополнительный снейр. Я вот сделаю чуть потише. Плюс на группе с мелодиями. То есть на всех мелодиях отрежем низа, чтобы они с басу не мешали. Вот. Вот. Например, на так. Сайдчейн мне что-то не хочется здесь делать, чтобы она, наоборот, так грязно прикольно звучала. Вот. Поэтому еще делаем, естественно... О! Прикол минус 0,7 на мастере. Короче, выравниваем вот эту темку. Нажимаем Create Automation Clip. И делаем просто такой аккуратный уход. Все. По громкости. Очень простой бит. Очень кочевый. В итоге получается... Давайте. Чиперец. Вот, получается, с первым битком мы достаточно быстро раскидались. Надеюсь, для вас... Блядь. Надеюсь, кто-то из вас приобрел что-то для себя. Вот. Полетели ко второму. И вот, получается, второй биток, который здесь был. Опять же, да, видим вот эту тему. Но тут что-то он вообще переборщил с этим. Поэтому, я думаю, будет просто правильнее взять вот это все удалить. Поставить луп. Выставить BPM. То, что он забыл сделать. Вот. Чуть-чуть тут он не сильно отличается. Поэтому звучало все более-менее взрачно и приемлемо. Опять то же самое проделываем. Каждую мелодию отдельно отрезаем. И смотрите, вот эти вот все хвосты желательно подубирать. Подчищать, чтобы просто не запутаться в своем проекте. Это что у нас? Тоже во вторую часть. Бас тоже вторая часть у нас будет интро. Это где-нибудь уже с драмкой вообще запустим. Во. Вот. Примерно так составим, да, нашу композицию. Основная мелодия идет на всем протяжении. Вот эту темку куда-нибудь вот сюда пока закинем. И получается будет как-то вот так. Чуть-чуть подышать дадим перед дропом. Только с основной гитаркой пока послушаем, в чем вообще тут проблема заключается у нас. Ну, опять же, да, тут чуть не ритмично. Бас как-то с киком играет. Непонятно. Плюс он как-то делает все в паттерн. Не очень, не очень длинный. Но хотя можно здесь и такое позволить. Но я бы все-таки на 8 паттернов писать. Вот. Погнали проверим сначала бас. Ну, по нотам, кстати, вроде Давид попал. Вот что-то типа такого. Осталось только понять, где там как меняется. Для этого, опять же, не будем изобретать велосипед. Просто проанализируем наш бас. На каких нотах он играет и все. Надеюсь, в этот раз ребята как-то более ответственно подошли к этой теме. И не будет проблем, как в предыдущем бите. Получается F, D и D-D. Ну, что-то мне D-Ds не очень нравится. Как-то сомнительно звучит. Я бы вот так оставил чисто акцент на басе именно в начале. А остальное уже делал другими драмками. Вот. И то же самое, то же самое. Может, с какими-то добавлениями сделал бы еще вот здесь. Вот типа такого. Дальше давайте перейдем. Сразу с лету переходим к кику. Его, я думаю, мы сделаем абсолютно так же, как и бас. То, что Давид придумал, это, конечно, прикольно все. Мы сделаем вот так. И теперь нажимаем Alt-K. И у нас, получается, все встает ровно по местам. Кик ровно под бас. Здесь, я думаю, мы сделаем небольшой сайдчейн, потому что уж очень такой глубокий бас и не дает он как-то кику раскрыться до конца. Погнали дальше. Клэп врубаем. Вот в этом паттерне, да? И свернем на оригинал. Хороший клэп. Очень мягкий. Нормально подобрал. Можно чуть-чуть длину ему просто отрезать. Думаю, вот так. Все четенько повелось. Вернем вот только на дефолт. И лучше это сделаем вот здесь. С хэтами, я так понимаю, он тоже особо не запаривался. Так, нет. Все-таки как-то запаривался. Где-то здесь в разных местах хэты раскиданы. Короче, понятно. Отсюда удалим. И просто сделаем это вот на паттерне, где у нас все хэты прописаны. Что-то типа такого, наверное. Как-то оно слишком маршево, что ли, звучит. Давайте попробуем одну третью сделать какими-то пробежками. Ну, вроде так, по кайфу. Но мне вообще не нравится ваншот хай-хета почему-то. Он какой-то очень металлический. И как будто не стакается вообще конкретно здесь. Вот. Вот это побольше нравится. Чуть его так. Так, open head. Чуть тоже странно он его применил. О, господи, они же тут не раскиданы. Точно-точно я вспомнил, он их тут раскидал уже. Вверх-вниз. Просто на ноте сет. Под удар кика с басом подложим еще open head. Он чуть расщеплялся и вообще звучала бомбезно. И получается очень минималистичная такая драмка, которая подыгрывает наши основные мелодии. Но тут мелодия очень много на себя берет, потому что она такая объемная, вайбовая. И вот получается наши пять дорожек, которые были изначально сделаны. Теперь мы их сейчас чуть раскидаем. Раскидаем под них мелодии. И предлагаю еще сделать такую темку. Мы сразу мелодии сделаем по громкости. В FL это сейчас очень удобно делать. То есть, допустим, берем основную мелодию. Ну, допустим, вот на такой громкости. И теперь к ней включаем вот эту. Ну, слышу, что она перебивает, поэтому мы просто берем. Вот этот вот ползунок. Да, здесь можно делать тише, громче. И просто сразу делаем здесь потише ее. Такими простыми движениями. Ну, вот это на самом деле мы сделаем уникальным в любом случае. И получается закидываем на один, да, канал все-все-все мелодии. И вот эту закинем на другой просто потому, что мне не понравилось. Здесь слишком много верха остается здесь на этом голосе. Вот этот весь жужжащий, скрипящий песочный верх я бы хотел здесь срезать. Давайте все вместе срешим. Вот так звучит намного лучше, как по мне, потому что теперь не конфликтуют вот эти вот две штуки. Звучит теперь эти голоса как чистая подложка под основную мелодию. Вот, можем переходить дальше. В принципе, все выставили, да. Давайте подумаем теперь, с чего мы хотим начать припев. Окей, окей. Допустим, вот так. И вот это вот продублируем, потому что очень прикольно. И вот здесь добавим вокал. И вот на вот эту часть еще раз сделаем уникальным этот паттерн. Здесь нажмем stretch. И сделаем pitch на 12. Ну, то есть на октаву вниз. Тоже очень люблю так делать. Понижать на октаву вниз, чтобы давать разнообразие. Это получается у нас припевная часть. Дальше у нас будет куплет. Сделаем на него какой-нибудь аккуратный заход. Вот. Вот так. А если вот так. Вот такой у нас аккуратный переход получается. И скопируем ровно вот эту вот часть сюда. Не вот эту, а вот эту, наверное. И еще очень странно звучит то, что здесь гитара заканчивается. Как бы, да, такая небольшая пауза. А вот эта темка не заканчивается. Поэтому давайте вот так делать. И здесь то же самое. И теперь париться не будем. Вот так скопируем. Я особо не запариваюсь, когда это не нужно. Вот. Мне кажется, в этом бите это не нужно. Потому что он и так очень вайбовый. Очень вайбовый. И он берет совсем другими вещами. Чуть-чуть давайте раскидаем каких-нибудь FX-ов базовых. Мне кажется, он здесь очень хорошо зайдет. И чисто его вот сюда подмешиваем. Вовно под дропчик. И теперь на переход между частями придумаем какой-нибудь FX. Чуть-чуть открутим Out. По громкости сделаем, чтобы нормально было. И... Все, с кайфом. Теперь осталось по сведению чуть-чуть этот бит так же сделать по красоте. Подправить какие-то моментики. Вот наши мелодии, получается, играют. Они достаточно громкие, поэтому общую группу сделаем потише. Обычно я беру ориентир, где-то минус 12 дБ, чтобы не громче этого звучала целостная мелодия. Но это как ориентир. Понятно, все равно в любой ситуации в первую очередь на слух смотрим, а это так, чтобы было от чего отталкиваться. Отрезаем на мелодии низа. Вот какая-то вот эта частота непонятная. Видите, да? Очень много каких-то в них неприятных диссонансов, шумов между собой. Гитары как-то не стыкуются, поэтому просто сделаем... Чуть динамической эквализации дадим сюда, и все. Бас. Очень потише его сделаем. Ну и все. Все остальное у меня не вызывает никаких вопросов, поэтому можно переходить, в принципе, к драмке. Давайте начнем с начала. Во-первых, выключим FX. И делаем сведение драмки, получается, под уже настроенную громкость мелодии. Ну и, получается, начинаем с кика. Кик. Чуть погромче его сделаем. Клэп. В целом меня устраивает, но... Ну да, думаю, устраивает. Хэт. Погромче обязательно его делаем. И вправое ухо я люблю, когда хэт вправо. Он уграет. Все четенько по сведению. Единственное, что я хочу здесь сделать, это сайдчейн. Смотрите, как его делать. Путь контроллера. Волюм, бейс. 80 ставим. Дальше чуть теншн, чуть дикей накидываем. На 808 закидываем фрути баланс. Все. Здесь линк ту контроллер. Пик трилл. Пик эксет. Все, пожалуйста, ваш сайдчейн готов. Теперь просто подберем подходящий уровень. Вот. Из, получается, базово накиданных беточков мы сделали две вот такие бомбы. Да, они достаточно простые, но очень вайбовые и выполняют свою задачу. Вот такая тема. Если вы хотите, чтобы я взял какие-то ваши проекты и разобрал их, да, может, как-то добил, показал, какие ошибки, там, туда-сюда. Пишите об этом в комментариях. Я подумаю, может, что-то подобного формата снимем, да. Возьмем, там, 3-4 проекта от вас. И я их поправлю, исправлю или скажу, что красавчик, молодец, все четко. Ну и все, не забывайте лайк на видосик поставить. Подписаться на канал, на телегу. Спасибо за просмотр. Всем пока. Спасибо за просмотр.